Ты думаешь, я писался? Нет, я сейчас весь такой. Не грамма воды вовнутрь, поэтому максимум, что мы можем сделать. И все, началась. Сегодня дикая жара. Вот бежишь и потеешь в трех куртках насквозь. Примерно вот столько за сегодняшнюю тренировку. Привет, друзья! Сегодня у нас адская весогонка на 10 километров в трех спортивных костюмах и горнолыжке. Ребята, на улице погода 29 градусов, и это будет просто экстремальная пробежка. Что у нас для этого необходимо? Первое. Мы берем три спортивных костюма. Показываю специально. Теплые штаны, компенезон и термобелье. Вот термобелье. Далее. Понеслась. Сверху также у нас термобелье, свитерок и горнолыжка. 30 градусов не замерзните, поэтому чувствуете себя с комфортом. Сегодня будет особенный день, потому что весогонку я не выполнял около трех лет. Почему? Потому что это нудно, это сложно, это хочется сдохнуть. Поэтому сами, в принципе, все увидите. Этапы нашей пробежки на разных километрах. Как будет вообще себя и все организм, я буду рассказывать про ощущения. И в конце вы поймете, стоит вообще этим заниматься или не стоит. И самое главное. Мы поставим рекорд, который мы сделали еще на карантине в 2019 году. Сможем ли мы преодолеть опланку сгонки веса и увеличить свои показатели. В 2019 году эта цифра составляла... А вот сколько она составляла, ты узнаешь в конце ролика. И мы посмотрим с тобой на весах, как у нас вообще выглядит вес, измеряемый в канистрах с водой. Как вес человека изменяется в канистре воды. Это мы все увидим с вами. Ну а в самом конце ролика я тебе расскажу, как тренироваться, чтобы достичь максимальных результатов. Быть быстрым, сильным, мощным, скоростным. А самое главное, техничным. Не переключайся, а побежали. 29 градусов. Первые полкилометра и сейчас для чего вообще нужна весогонка? Это больше подходит для профессиональных спортсменов, которые хотят войти очень быстро в свой вес, в свою категорию. Или не хотят долго заморачиваться и ждать результатов. Я сейчас немножко пройдусь, чтобы было удобно. Но это не является самым, наверное, лучшим средством для тренировки, потому что это больше испытание, чем тренировка. И вот эту пробежку, нужно ее больше выжать. Это больше психологическая тренировка, чем тренировка на какую-то выносливость. Я этим занимаюсь всю жизнь. И каждый раз, когда у меня вес превышался примерно на 100 грамм, я сразу бежал вот эту вот адскую гонку надевая на себя очень много одежды. Сейчас у нас лето и температура 29 градусов. По этой дороге я гоняю всю свою жизнь. Каждый сантиметр знаю наизусть. Я знаю все свои ощущения, которые будут проходить на этапах. Сегодня я вам их расскажу. Ну, пока просто бежим, кайфуем. Это будет примерно километрика в 5. А после начнется уже настоящее тяжеленное испытание. Как правило, первые два километра они разминочные. Даже если будет жираться ракет, вы ее практически не почувствуете. Потому что тело пока еще не наполнилось. Тем жаром, который у нас будет через пару километров. Ну, а на девятом будет прям испытание. Как-то раз на одном чемпионате России по восточному водонаборствам в 2016 году я встаю на весы. И у меня разница до нужного примерно около двух килограмм. Даже 2,8 километра. Почему так произошло? Ну, потому что у нас электронные весы, они же всегда разные показывают. И бывает такое, что ты приезжаешь, у тебя дома один вес, он всегда другой вес. И здесь я вам сразу посоветую, что всегда имейте очень хорошие весы, у которых разница в 100 грамм максимум. Я взвешиваюсь и мне показывают 2,8. То есть категория была минус 80 килограмм, а у меня их было идут весы, 82,8. Я говорю, я пошел гонять. Мне говорят, да вот, ты не сможешь, да ты что, да как? Ну вот, но я свой организм знаю. Поэтому, когда я начал гонять, я одеваюсь, я примерно то же самое. И примерно час начинаю прыгать. После того, когда я сделаю загонку, я встал на весы, у меня было 79,8. И после этого все были в шоке, как я вообще такое смог. Сегодня я вам покажу, сколько получится сделать зару 13,9. И это выявление, мы сейчас добегаем на дорогу. И сейчас движемся на бон туда. Да, я чувствую сейчас плюс 29 превратится в 2 царих и пойдет в ливень. А это будет еще тяжелее, потому что мало того, что ты изнутри мокнешь, ты еще и снаружи мокнешь, но золото будет прохладнее. Скорее всего придется жаркую высокую. Я буду еще раз записывать, но посмотрим, может он пройдет и за часик дождик не начнется. Побежали дальше. Мы приближаемся к отметке 3 километра. Я чувствую, что попаду я реально в ужасный ливень. Смотрите сами, в общем. Но поскольку мы начали писать сегодняшний контент, мы его обязательно закончим. Неважно, какая будет погода, грязь. Ой, а грязь? Это вообще, ну что там есть такая классная горочка, на которой мы бежим. И она вообще из глины. Если прошел дождь, Максу еще можно докатиться на попе. Получишь у нас сегодня прокатиться, нет? И вообще, кстати, напишите в комментариях, что делает когда-нибудь висогонку, и как она ему помогает. Сейчас мы этим пользуемся. Есть такие у нас персоналы в чате? Многие утверждают, что висогонка является очень опасным вообще средством тренировки и не дает никакого эффекта. Ну, во-первых, это реально очень опасно, потому что тело подвигается жутким нагрузкам как на сердце, как и на центральную нервную систему. Но именно тогда, когда вы преодолеваете вот эти вот адские нагрузки тяжеленные, вы выходите на новый уровень. И на соревнованиях, когда у вас жуткая усталость, вам трудно, тяжело, нечем дышать, вы, вспоминая эту тренировку, находите в себе силы. Какая красота! Ну, какая красота! Смотри! Сердечко уже поштукивает, поштукивает. Мы добегаем от метки 3, вот там вот внизу. И потом будет подъем. Подъем, на котором всегда оставляешь все дыхание свое. Он вроде небольшой, но капец крутой. Очень крутой подъем. Приближаемся к преградам на нашем пути. Здесь у нас был мостик, когда-то мы его разломали. На днях дождь, поэтому все вот так вот грязно, скучно, но вкусненько. Здесь у нас бьет ключ. Ни грамма воды вовнутрь, поэтому максимум, что мы можем сделать, это немножко протереться слегка. И у нас подъемчик. Подъемчик. Не знаю, видно вам будет или нет. В общем, он вот туда уходит. Вообще вдоль, вдоль. Вот если вот руку вытянуть, примерно вот такой подъем. Вот такой вот. Погнали. Ах, погнали, погнали. Покажется, что это тропинка, но на самом деле нет. Это прямо трудности-трудности. Орлов, ты сдох? Да, я сдох. Я сдох, ребята. Потому что это капец как трудно. Фух. Когда тебе еще надето столько курток. Вот. Но у нас поставлена цель. И каждый раз, чтобы себя мотивировать, я ставлю перед собой цели и достигаю их каждый день. Вы идете на тренировку, ставите перед собой задачу и говорите, сегодня нужно сделать это. И когда на последнем вздохе ваше тело говорит, нет, хватит, перестань, ты берешь себя, доставляешь и опять делаешь. И так, ребята, всю жизнь. Поэтому цена каждой медали легкий турнир, тяжелый турнир. Это практически всегда одинаковая подготовка с большой отдачей. Неважно, каких соперников ты встретишь. Потому что на простой турнир может приехать тяжелый соперник, а на сложный попасться дрова. Иногда бывает от простого турнира, какого-нибудь регионального, ты получаешь больше удовольствия, чем от чемпионата России. Почему? Потому что приехал твой самый ярый соперник, а ты в отличной форме и готов его победить. Такое было неоднократно на чемпионатах. Ну, а мы продолжаем бежать дальше в лес. Игры по пересеченной местности это вообще большое удовольствие, потому что дорога всегда меняется. Ты постоянно надо, конечно, на какие-то грабли, палки животных в огромное количество травы. Потому что я так понимаю, тут кроме меня теперь мало кто бегает и ездит. Сейчас покажу. Когда-то здесь было очень комфортно, удобно, а сейчас вот это. Вот это у нас. Долго вы мог, кстати, записывать этот ролик или нет, потому что формат не караты, а говорящий такой. Но я считаю, что этот ролик с весогонкой кому-то поможет, кому-то откроет глаза. Вот. Для тех, кто боролся с весом, он даст новые возможности. Но как этим точным пользоваться, я покажу в конце видео. Потому что чтобы не навредить здоровью, вы должны в первую очередь пройти отличную подготовку. Кардио, нагрузку, ежедневную выполнять. Ну, смотри, что это за дорога, а он заглянул. Глянь. Эх, по полюшку, по полю. Моему. Любители и фанаты моего канала знают, что весной 24-го года я получил серьезную травму на чемпионате на всероссийском полкарате КВФ. Ударив на последней секунде в это было 0-0. Я удариваю коленом в бедро сопернику, нога идет на излом, выворачивается и трескает боковая связка. Вот эта вот связка боковая, коленная, она надорвалась. Поскольку в 14-м году у меня такая травма уже была, я помню эти ощущения, я прям максимально надеялся, что это не разрыг. Я очень этого хотел, потому что это очень долгое становление. Ну, так и получилось. Когда мы поехали после соревнований на МРТ, это был разрыв боковой коленной связки, где два месяца нужно было сидеть в железном корсете или гипсе, после этого восстановление, таблики долгое. И сегодня я бегу всего лишь седьмой день с марта месяца. С марта месяца сегодня седьмая пробежка и сразу адская гонка. Вес поднялся в мою ненорму, мой нормальный вес всегда был восемьдесят, вот восьмидесят восьмидесят четырех. Вот, гоняются килограммы туда-сюда. И последние годы, последние годы он у меня поднялся чуть выше восьмидесяти пяти, потому что мне просто надоело постоянно держать себя в руках, в рамках, постоянно вот эти вот болезненные тренировки, очень трудные и тяжелые. Эффект, который именно достигается, вы видите на моих роликах. Поэтому прошлый год тренировок было меньше и по объему, и по интенсивности, для того, чтобы эмоционально вернуться в свое прежнее состояние. Я говорю, три года я не делал эту весогонку. И сегодня, тот день, когда я записываю вам ролик, почему либо все, либо ничего, мне нужно передать вам эти ощущения, которые вы, может быть, перенесете вместе со мной к концу пробежки. А может быть, вас это не удивит, вы скажете, орлов, фигня какая. Ну, это ваше право. Пишите в комментариях, пишите, пишите, пишите все, что думаете. Вот. Я каждому отвечу. А если не отвечу, то у меня в Телеграм постоянная работа с друзьями взять не проходит. Интересный случай, между прочим, вам расскажу, который произошел на чемпионате Москвы 2000 какого-то там года. То ли 16, то ли 17, когда я на турнирах еще выступал. А потом, когда на сборах я сказал, что ваша команда лентяй, лоботрясы и все такое, короче, вы не умеете работать. Вы не тренируетесь. Вы страдаете фигней. Сборники моего времени меня сразу поймут, кто смотрит это видео. Потому что эту глупость, эту безалабенность и пофигизм, который я увидел на тренировках нашей столицы, ну, меня очень сильно огорчил. Я мечтал с 2010 года попасть в сборную. Кстати, между прочим, в 2010 году была крутая команда. Хотя, может быть, я на них не обращал внимания в связи с тем, что я занимался только собой, только с ними тренировками, результатом. Выступить на России мне не удалось хорошо, потому что я попал своим старым конкурентом из Московской области. Представляете, да, попасть в сборную в 2010 году в Москве, выступать за Москву и биться с москвичом из Московской области. Это было, конечно, вообще капец поразительно. как такое могло сделать. Ну, блин, давайте любой регион, зачем ставить Москву, Московская область рядом. В общем, не буду рассказывать все, что проходило на сборной Москвы. Это другая история. Сегодня у нас кросик десятка километров гоняем, да? Кстати, что-то мы долго идем. Ну, в общем, 2017 года мне не дают выиграть. Не дают выиграть, а видосики вы, в принципе, посмотрели вот чемпионат Москвы, как на последних секундах спортсмены из Дагестана дали 4 очка безозрения в совести. Многие из вас уже разорвали это видео в комментариях. Ребята, пишите, как можно больше, делитесь с друзьями, потому что зло должно быть наказано. Все должны смотреть этот беспредел, который творится во всех видах. Просто кто-то показывает это народу, а кто-то нет. Вот я как раз из тех, которые пошел против системы и буду идти до последнего. Это моя цель сделать ребятам спортивную жизнь немножко честнее, потому что большинство учеников бросают спорт, бросают тренировки. Когда больше не возвращаются в эту дисциплину, опираясь на то, что судьи поганые пипи-пип, тварь и уроды и так далее. Так вот, пока мы приближаемся к пятому километру, я продолжу. В общем, встаю я на весы и смотрю, у меня вес превышает сколько-то там грамм, 300, по-моему, или даже 150, что-то очень мало. И мне говорят, Орлов, ты не допускаешься. Я говорю, 150 грамм, они говорят, нет, нельзя. А по нормам правил ВКФ вот здесь вот допустимое превышение, ну это, кстати, было в последние годы добавлено, раньше этого не было. Допустимое превышение вот, в общем, проходит взвешивание и один москвич из клуба Южный встает на весы, глотной какой-то парень, вот, превышает норму веса на 2 килограмма. И его оппоненты, его товарищ по команде вот со спины вот так вот берут его за попу, блин, за трусы и приподнимают, приподнимают его за попу. секретарь, который смотрит на взвешивание, все это видит и не принимает никаких решений, смотрит, а да-да-да, все нормально. А они еще так дико это делают, они поднимают вверх-вниз и вес на весах у него прыгает плюс-минус 2 килограмма. Он смотрит и говорит, а что ж ты не можешь нормально-то встать? А он ржет стоит. В общем, он попадает в категорию, я не знаю, как он выступал, я даже не помню, кто это, я помню сам факт, что меня это зацепило, когда один спортсмен другого за жопу вот так поднимает вверх на весах на официальном чемпионате Москвы и вы после будете этого хвастаться, мол, типа, а вот, тогда сюда, мол, ты Россию не выиграл, ты Москву не выиграл. Да выигрывай, чего вы переживаете, у меня еще время есть. А вот сможете ли вы это сделать? Большой вопрос. Знаете, что было еще интереснее? В общем, я иду, одеваю спортивку, скидываю ради прикола полтора килограмма за 20 минут, встаю на весы, у меня вес показывает, ну, естественно, полтора килограмма меньше. Она говорит о ко мне, паспорт давай. К слову, я на Москве выступал до этого 8 лет. Кстати, дождик начинается. Скорее всего, побежим мы с вами в Левак. Ну, нас-то не остановит, потому что я сегодня поставил цель записать для вас видео с гонкой веса, потому что второй раз я этого не вынесу. Ну, записывать видео, бежать, это ужасно, это ужасно трудно. А если вы думаете, что это легко, возьмите камеру, наденьте на себя два свитера и пробегите хотя бы пять. Положение веселой истории до взвешивания. Встаю на весы, мой вес показывает норму, и она говорит мне такая, Ярушевская Александра Михайловна, если ты меня смотришь, передаю тебе привет. Скоро тебе придет письмо счастья. Какое письмо, смотрите в следующих моих видео. Да. И она на меня смотрит и говорит такая, паспорт давай. И я говорю, я Орлов. Она говорит, ничего не знаю, паспорт давай. Я говорю, зачем я у вас выступаю восемь лет? Она говорит, без паспорта, говорит, я тебя не допущу. Я говорю, вы думаете, я стал женщиной или с другим фамилием? А я говорю, права подойдут? Она говорит, нет. Хотя права являются юридически официальным документом. иду, иду, иду к себе в машину, хватаю сумку, бардачок, вытаскиваю справку, ну не справку, копию, паспорта, который у меня всегда на всех соревнованиях всегда с собой. Приношу ей, я говорю, вот пожалуйста, копия. Она мне говорит, ты бумажкой можешь себе знаешь, что подтереть? Она прямо конкретно сказала, что я могу потереть этой бумажкой копией моего паспорта. И она говорит, не буду тебя принимать. Подвожу к старшему тренеру сборной Москвы от команды Южной, которой я выступал. Андрей Леонидович, спасибо, что всегда меня заявлял на чемпионаты. В этом я тебе безусловно благодарен, но к суде есть вопросы, вопросы всегда есть, ты же сам это видишь, ты же не дурак. Да. И многие говорят, вот, ты там оскорбляешь суде, пятое, десятое. Да нет, ребята, я просто указываю конкретные ошибки, когда долбачи старые с пузанами, блин, которые вчера бухали, а сегодня пришли судить соревнования. Вот я вот, допустим, против этой системы. Я против нее. Я всегда был против, особенно когда, типа, а, давай сегодня мы его начнем. И меня сливают. Видео вы видели сами. Бежим сейчас примерно туда. Начал капать дождик. Скорее, сейчас будет на объектив камера попадать. Вот, я к ним подхожу и говорю, Андрей Леонидович, что за фенят, почему меня не допускают? Он говорит, ну ты паспорт с собой должен быть. Я говорю, вы что, меня забыли? Вы меня забыли? Такое, вспомните, я помню, тебя было не очень через десять лет. Я не раз до конца жизни ты сейчас, по-моему, будешь смотреть мои ролики, которые поздно набирают по миллионам просмотров и радовать ни одно поколение молодых спортсменов и говорить. О, ребята, какие вы прикольные. Вот, в общем, конечно, разрешили мне выступать. Вот, чемпионат я проиграл очередному блатному спортсмену, как я поиграл, посмотрите в следующих роликах. Вот, ну вот, такая вот штука была на взвешивании. То есть, вас вам уклюют уже на взвешивании. Кому-то разрешают. Там, зачем разрешают, все, что угодно. Если вы свой человек, вам вообще не надо париться. Тебе баллы будут давать, которых и нет, тебя будут взвешивание принимать. Просто ты встал, привесили, норма. А, ладно, нормально, все, иди. О, я поел гамбургер. Да-да-да, я все тебе верю. А у меня было 150 грамм, и не пустили. Добегаем ко второй части леса. Первый лес мы пробежали, мы приближаемся к следующему этапу грязному. Если бы тут был дождь, это все затапливает. Это все... Да, вот этой дороги вообще не видно, если дождь. Сильный особенно. Вот, в общем. Вообще кайфово на самом деле в лесу. Это вам не город, ребята, это не стадион. Я вообще удивлялся, почему многие бегают по стадиону. Тут я бежать не буду, потому что можно... Хлобысь, хлобысь, тык, тык. Вообще удивляюсь, как некоторые бегают по стадиону. Это же скучно, это же тупо, это же очень тупо. Тем более, когда ты бежишь, допустим, 20 километров, по стадиону это насколько надо быть долбачом. Хотя, некоторые скажут, а что по кругу маратону бежишь, муточку слушаешь, картинка не меняется, ты отдыхаешь. Ну, наверное, ну, блин, скучно наверняется. Мне кажется, что это скучно. Мы продолжаем бежать дальше. Адская духота, многие скептики, наверное, такие комментаторы тоже будут отнесутся к видео, мол, типа, орла, ты, наверное, взял и разделся перед тем, как бежать. Да ладно, господи, ну, во-первых, не разделся, не разделся, все вот тут, вот, все тут есть. А тут, в принципе, не раздеваясь, одень горнолыжку, прибеги в 29 летом, в июле днем, десятку, да пусть пятерку, да пусть три. Даже если ты не одеваешь термобелье, ты сдохнешь. А так, термо, оно нужно для еще большего эффекта, чтобы прокачать свой организм на пределе своих возможностей. Любимая дорога, где я бегаю и очень часто думаю обо всем, что в жизни произошло. Очень часто здесь я восстанавливаюсь энергетически, вот, подошли к дереву, вот так вот, обняли его, а потом вспомнишь, это елка, обнимать его нельзя и двигаем дальше. Нужно, чтобы вам дерево давало энергию, обнимать лиственные породы, в которых бежит сок, живой сок, вот, а еловые, они энергию наоборот отнимают. Не знаю, с чем это связано, я это все не изучал, это как-то из древней истории мне мои предки рассказали. Мы находимся на отметке 6 или что-то там с копейками приблизились к первой трудной горке. Между прочим, я уже сажусь. Вот такая вот горочка, она идет вниз, а там у нас что? Лужа. Совсем недавно я бабахнулся на ней. Да, попробуем сейчас не упасть. Если упадет, это вам для контента. мне повезло. Мне повезло, потому что суховато. Но если бы начался дождь, я бы точно грохнулся, ребята. И побежали опять наех. когда вот заканчивается такая пробежка, я думаю, кто вообще это изобрел, эту гонку вверх, эти тренировки, кто вообще это сделал. Вот. Каждый раз это трудное занятие, хочешь умирить. но если ты справляешься тебе вдвойне кайфово еще один очень важный момент тренировок в весогоночных алкоголек в принципе на кардио это то, что они должны делаться утром я разговаривал с разными врачами некоторые говорят, что нельзя утром организм не проснулся но вот всю свою жизнь я стараюсь тренироваться кстати, пежабочем я бегу в горочку вам, конечно, не видно но она крутенькая такая она крутенькая опять примерно 6,5 километров и все началось сегодня это не на питье, а чуть больше дикая жара по тебе бежит озноб такой по спине внутри температура не знаю 40, скорее всего внутри ты весь мокрый душно в лесу еще мошки постоянно летают цепляются во время такой кроссной тренировки я могу на несколько секунд упасть на землю перевести дух а потом встали поворачиваемся и гоу дальше красивая картина когда ты ее видишь и понимаешь, что ты можешь бегать ты можешь дышать ты можешь ходить на самом деле я общался с тренером из Казахстана который стал мастером спорта международного пара класса победил в премьер-лиге без глаза посмотрите, какая красота не знаю вообще флоро-олимписты которые без ног становятся чемпионами мира и Европы я помню один раз я ехал в 2017 году из Сочи чемпионата России я проиграл этот турнир потому что был эмоционально очень сильно подавлен суровые пытки тебя ждут не только на тренировках когда ты попадаешь в сборную команду тобой тоже в основном издеваются никогда не ценят твои достижения результаты а когда ты кого-то сильно бьешь говорят ты что делаешь да мы тебя подождем а группа бордежки мы увидели в моих роликах забавно то что те, кого я когда-то лупил на сборах и получали от меня конкретных люлей сейчас набрали вес подходит ко мне начинают пальцы гнуть ты что там что ты там говоришь на татаме они же знают что я им не тресну по голове а может и тресну кто если у меня что-то там будет нервно-психованное я возьму как дам и покажу это в своем видео добегаем до ворот моих любимых на отметке около 7 км бежим дальше и такая интенсивная кстати пробежка у меня идет сегодня ну потому что я записываю ролик и периодически приходится останавливаться чтобы переводить дух лучше это трудно вот но эффект на весах меньше у меня станет это я вам гарантирую хочется спогать спогать красиво сказать спасибо высшим богам которые сегодня специально для меня наверное сделали не жаркую погоду ну как без солнышка там 29 но она без солнышка потому что если бы было бы солнце и я бы здесь уже лег бы с вами вместе кто-нибудь лег бы со мной вместе вот тут вот на пробежке в комментариях кстати снова бежим в очередную горочку у вас прошло какие-то минуты вы только начали смотреть ролик а я уже тут около часа парюсь и мне очень служат не знаю вообще лицо меняется во время пробежки с позитивного на уставший вид теперь мы двигаем по большой дороге дождик нас не порадует сегодня кстати между прочим благодаря большим количеством заявок и комментариев для вас готовится второй обучающий курс новичок там будет 12 тренировок в которых мы с вами разберем тренировки от начала до конца в общем как вам овладеть базовыми знаниями карате в деталях разбирать не стану потому что есть курс продвинутый база 1.0 мы это с вами просто поставим 12 тренировок как вы можете играть и заниматься самостоятельно очень много интересных упражнений самое главное доступная цена которую как раз все и ждали от меня орлов почему так дорого но самые важные соковые видео база 1.0 оно дешевым не станет а вот продукт для новичка когда вы можете посмотреть все тренировки в живую работу с руками ногами в парах все это у вас будет доступно переходите к нам в телеграм пишите комментарии хочу курс заходите к нам в чат-бот и смотрите очень интересно интересно на отметке ближе к 8 километрам вот когда вы бегаете вот такой вот мундиранивая они в бронике вся влага скапливается под локтем если опускать руку она сейчас бежать и капать по рукавчику это ужасно неудобно но это одно из ощущений которые тоже такое противное вы испытываете во время гонки вес не знаю вида нет о капель капель видите капель к сэнси о вот то что о чем он говорил когда жидкость из курки представляете сколько воды которая даже в кофте не удерживается и бежит по рукам вы не скатывается а я сейчас сегодня вам на весах покажу что будет да вы обалдеете вы скажете орлов как это возможно и после этого напишите в комментариях что карате это меропки это танцы друзья мои да вы сдохнете сдохнете только на пробежке со мной что ж там про бои говорить да и бегаем до 8 км он уже все капает течет убегаем снова до отметки 8 км ну так снова ну каждый день когда бегаешь по этому кругу мы снова вылетаем на дорогу с магазинчиками скорая это за мной ребят привет если бы я был в машинке я бы обязательно сейчас на ремонт заскочу капец это не реклама это просто это просто я очень сильно узнал мы с вами поиграем и мы находимся в урочище дубки и у нас остается два километра одну или плюс-минус с копейками мы сейчас с вами выберем дорогу туда побежим не мешаем не снимать видео вот туда у нас машинка поехала у нас плитная дорога вот там у нас лесок какая-то из них больше какая-то меньше какая-то два какая-то полтора напишите в комментариях по какой я сейчас побегу угадаете нет 5 секунд времени а что пошло я кстати не сказал какая сколько километров поэтому это тоже угадай молодцы кто угадал мы побежали в лес да и расстояние здесь на полкилометра меньше чем по плитной дороге ужасное ощущение да ребят действительно сегодня я не справился с задачей я не буду вас обманывать потому что вот я пробегу 10 а сам пробегу 8 нет тоже ужасно здесь идет по спине течет по ногам течет самое противное вот в кроссовых тренировках это когда ты каратэ что когда ты потеешь многие спортсмены не любят потеть поэтому они берут с собой кучу полотенец чистое белье и так далее да кстати на самом деле это очень клево и почему многие вешают повязки на голову кто-то из фильмов каратэ считает что повязки уже для крутости нет повязка для головы это просто предмет удобства потому что когда вся влага и пот с волос попадает тебе в глаза и тебе приходится каждую секунду вытирать лицо но повязка эту проблему решает то есть влага попадает в повязку в хвостики и откидывается назад поэтому у некоторых толстой повязки у некоторых тоненькой я допустим люблю тоненькую повязку а потом ее выжимать но раньше я так делал последние три года как я говорил в начале ролика я не делал весогонку потому что я тупо устал устал и тренировался с кайфом я бегал столько же я тренировался так же много просто меньше ел ел правильно сложные углеводы белки жиры взять на клетчатку максимально нужно отсутствие сахара сделать газировки сладкие напитки вам необходимо стучить ну и кофе кстати если вы пьете чистый кофе оно дает энергию а если вы пьете кофе с молоком оно вас расслабляет невероятно но факт многие думают что кофе с молоком это более полезно молоко там делает его не таким агрессивным не знаю с точки зрения ощущений блин просто по ощущениям если просто кофе то кайф ты себя чувствуешь а если кофе с молоком тебе сразу хочется поспать смотри промокла насквозь куртка горнолыжка насквозь о да и здесь тут ты не совсем видишь наверное центр моего любимого леса и мы остановились ну как сказать мы бежим в отметке 9 километров нам осталось еще один одну штучку пробежать и начнем выжимать одежду мы начнем выжимать одежду и потом взвешивать мы ее не будем а может и будем посмотрим может возьмем пакетик миску положу в миску и взвешу вам сколько весит на мне вот эта вот экипировка опять я сижу потому что сами знаете лайфхак от плохого настроения если на вас напала хандра грусть вы думаете что в жизни все плохо вам не везет и все против вас оденьтесь наденьте на себя что-нибудь потеплее и кроссик 10 километров я вас уверяю что на последних метрах вы будете так любить жизнь вы будете так хотеть пить чистую воду что это заменит вам все на свете это можно за эти ощущения ребята можно отдать все что угодно потому что именно они делают вас здоровее и сильнее духовно и физически ты думаешь я писался нет я сейчас весь такой о смотри прикинь что происходит когда ты вот бежишь и потеешь в трех куртках насквозь да это вредно да ты что такая нагрузка на сердце сразу обращаюсь к тем кто когда-нибудь пил курил употреблял злое вещества а вот почему-то вот в тот момент вы об этом не думали каждый гробит себя по-своему блин последние метры мы подбегаем к отметке десюнчик фу к этому бревну который у нас лежит тысячу лет я еще маленький был но оно было конечно не в таком виде как сейчас но это не смущает никого сюда приходить и ой валяться мы с вами сегодня преодолели 10 километров в горложенной форме в трех костюмах какие ощущения постоянно когда-то заканчивают во-первых ты думаешь что ты молодец что ты это сделал что ты справился что ты не сдался что ты не расстегнулся на середине дороги что ты не забежал в магаз за водичкой в лесу вот в принципе воду-то можно найти позвонил другу слушай привези мне я там как бы в лесу там удачки вот так выкини меня как бы водички вот у меня всегда возникали такие мысли когда ты добегаешь последние километры тебе вообще не составляет никакого труда подойти к человеку если он идет пьет воду подойди сказать ему дайте водички пожалуйста он скажет да нет я говорю можно я его тысячу рублей на телефон переведу и вы мне дадите попить прикинь тысячу рублей за два гладка воды на самом деле это стоит намного дороже если ты еще и на очень большой кроссовой тренировке да кстати дождик закапывает как раз погода нам помогла чтобы мы закончили тренировку и и что и пошел дождик вот так вот это выглядит видок у меня лес которым я начал тренироваться когда был маленький и тренируюсь до сих пор и надеюсь буду тренироваться до конца своей жизни это выбор который я сделал года в 4 когда только начал заниматься боевыми искусствами во время моих тренировок с 2008 года по нынешней я пережил примерно 4 поколения молодых спортсменов в среднем одного хорошего спортсмена хватает примерно 4 примерно плюс мы здесь вот то есть примерно 4 поколения поколения новичков сменилось конечно самые крутые они выступают до сих пор но они намного моложе меня это именно 2-3 поколения которые выступают до сих пор те которые со мной начинали сдулись лет 5 назад уже все вот потому что это трудно это ты постоянно в режиме постоянно в диете всегда ты во всем себе отказываешь какие-то встречи гулянки ты идешь на тренировку а после тренировки тебе уже не до этого тебе главное добраться до кровати и лечь спать вот и благодаря всей этой прожитой жизни у меня было несколько целей которые я достиг и несколько целей которые мне еще предстоит пройти первое это конечно же сделать отметку 200 медалей стать мастером спорта вот но я выполнил два мастера мне хочется сделать еще пару мастеров спорта по другим дисциплинам карате и в этом году я хочу это включить в реализацию сейчас все у меня для этого есть и все налажено вот конечно же одна из масштабных целей это выиграть престижный удар на премьер лиге карате с каждым годом все сложнее во-первых возраст он все-таки дает о себе знать потому что скоростные качества они немного падают и нужно себя больше контролировать с другой стороны у меня есть примеры которые выступали в 37 в 40 в 45 и показывали отличные результаты это прям просто монстры а не каратисты моим самым классным фаворитом является наверное ну из всех если брать это Аркания Гагита двухкратный чемпион мира предеролимпийских игр вот и мне посчастливилось как-то раз с ним разговаривать на Кубке мира в 2013 году в СК Динамо когда сборная России выступала против сборной мира и Аркания Гагита чемпион мира он выступал в сборной против сборной России сборная России выиграет за счетом 2-1 но я считаю что это было несправедливо нечестно потому что Гагита сделал хорошую мощную атаку и вместо бала дали наказание я сказал Гагит ну как так он говорит контакт немножко был он был очень расстроенный вообще чемпионы с которыми я общался это просто уникальные люди со своей историей вот и это всегда очень приятно брать у них интервью конечно же когда я поеду на пример лига попробую пообщаться с каким-нибудь действующим чемпионом нынешнего времени поговорить с ним на английском на немножко потянуть формулу формулу знания потянуть вот и пообщаться с ним это будет прикольно на самом деле да кстати кто хочет увидеть такой ролик обязательно пишите в комментариях отправляйте донаты и если вам нравятся наши видео поддерживайте наш канал потому что ютуб там ничего не платит то есть мы работаем сейчас чисто на удовольствие и на том что нравится зрителям хотите чтобы наш контент был круче вот обязательно поддерживайте даже небольшая сумма она всегда поможет и ведет в реализацию это видеокамеры это карты это монтажеры очень много затрачивается времени мы отправляемся с вами уже легким шагом на место и давайте закончим все таки цели которые необходимо достигнуть это звание мастера спорта международного класса медаль премьер-лики по карате или турнира серии это почти то же самое мастер спорта международного класса это он присваивается за победу на мире или в Европе официальных соревнованиях вот это в принципе я и хочу сделать потому что потратить такую спортивную жизнь когда ты весь в этом у тебя есть знания формулу знаний то чем я научился за свою жизнь расскажу вам в своих уроках в курсе база 1-0 где разложу все элементы по полочкам удар руками ногами передвижения стойки блоки все что вам необходимо чтобы прогрессировать очень-очень много лет такое ребята вам тренеры не расскажут почему ну потому что они не живут в моей жизни не преодолевают те испытания которые я прохожу каждый день просыпаюсь и заканчивая вечером финишная прямая мы сбрасываем куртку и смотрим что у нас на весах погнали завершили нашу тренировку в отметку 10 километров мы бежали в горнолыжке в трех куртках и трех спортивных штанах сейчас мы снимем это все и посмотрим какой будет эффект вес у нас был 93 и 2 по-моему да а потом мы взвесимся и посмотрим как изменился у нас наш посмотрим как изменилась наша масса после бега погнали не знаю слышно нет отсюда в общем это все очень мокрое очень первая часть давайте покажу поближе это первая это первая друзья все равно стирать а теперь мы делаем пушку аккуратно чтобы не расплескать ну что готовы давненько давненько я не делал таких экспериментов обычная футболка наберем чуть подкручиваем для больших топовой кто расскажет орлов ну ты добавил вес смотри какой жирный ты стал смотри какой жирный стал да ребята соглашусь потому что примерно седьмой день я только бегаю и около четырех месяцев практически без кардио ну конечно тренировки были там на велосипеде там восстановление какая-то качалка но она такого не дает самое лучшее чтобы держать вес в порядке это питание и бег ну или конечно вам нужно очень жестко следить за диетой а я не люблю сеть на диете я люблю вкусненько покушать а вот сейчас я вам вот это покажу глянь ты видал вообще а сейчас покажу вам сколько выглядит 3,3 килограмма жидкости в канистре в канистре то как раз что вы и хотели посмотреть погнали водный фильтр такой вот сюда вот мы ставим вот у нас канистрочка 5 литровая почти полная вот у нас отметка и вот у нас вес 3 килограмма 338 граммов вот это называется 3,3 килограмма воды почти полная канистра жидкости примерно вот столько я скинул за сегодняшнюю тренировку а вам слабо понравился видосик ставьте лайк и пишите комментарии обязательно подписывайся на канал нажми на колокольчик чтобы не пропускать новые видео и до встречи в новых роликах пока